По нашей губернии то слух прошел, будто в столице появился барин, то ли барин, то ли король, то ли прозвище ему дали король, показывать на ютюбе всякие диковины, штучки, что такое ютюб, кто такой ютюб. Прозвали Иваном, может Иван, может король, может король Иван, кто знает. Вот думаю я схожу на тот рынок, посмотрю, что за рынок, что за товар, что за король. Говорят, будто барышням какие-то платья предлагает, из крестьянку барышню делает. И сам-то говорят, хорош собой. Сам-то говорят, из крестьян вышел, да чин заработал, славу имеет хорошую. Вот уже кто-то из крестьян, то и спал здесь ночь, баловался, непорядок, непорядок, лежанку устроили, за собой не прибрали. Люди простые, все по лесам, грибы да ягоды, а там в столице то что, всякая роскошь да красота. Говорят, то перчи на тот рынок, то идут королевы толпами, товар-то раскупают. А барин-то тот молодой, все ходит, все рыщет, что-то ищет интересное, делится на этом ютюбе, что за ютюб такой, покажите хоть мне, мы такого-то и не знали и не видали. Так вот же канал Ивана Рыбникова на Яндекс Дзене, на сегодняшний день у него здесь 3300 подписчиков. О, мадам, как же, и вы здесь? Да, я тоже здесь, я тоже смотрю канал Ивана Рыбникова. О, мадам, шармам, прошу вас, вот вам чашечка кофе и продолжайте смотреть. Вот сейчас-то мне и показали ютюб, зовут-то его Иван Рыбников, да еще и какой-то Яндекс Дзен есть, смотрите, ищите его, а я на рынок иду. А рынок-то хорош, блистает своими куполами, постройки-то новые и идут. Видать, тоже барин хорош, не запускает, ремонт делает. Красоты-то закупат. А то, что такое, что-то красивое, невиданной машины стоять, незнакомый мне. Кремль, барин-то тот, говорят, Иван-то, прокремлевский. Вот он. Поезд пришел, сажусь. Вернисаж нас ждет. Подъехали к Измайлову, выходим. Кому-то подножку поставил я. Вот так вот они и идут с утра пораньше на рынок, чтобы нас порадовать, что-то нам продать, показать, удивить. Здесь еще бабушка идет. Ну, не бабушка, женщина, конечно же. Для кого-то уже бабушка. Сегодня снова солнышко, солнышко, и нам повезло, потому что вчера была такая, слякоть, дождь. А сегодня со мной, Лев, выйти на Блошинку. Дерутся за хлеб. Насколько много. Вот так простой человек радость дарит с утра птицам. Просто хлеб. Каждый полезен по-своему в этой жизни. Кто-то в своей семье, кто-то в обществе, кто-то в природе. А я надеюсь, что я полезен вам. Это сколько сейчас? Десять часов утра. Много людей, много продавцов. Какая-то статуяточка интересная с рыцарем, с коняшкой. Здесь вещи одни. Пойдем дальше вглупе. За неделю начинаешь скучать по Блошиному рынку, по этой истории, по этой своеобразной такой, как это назвать даже. Ну, в общем, в общем, бродилки, одним словом, да? И ты же стараешься что-то найти. Ух ты! Хорошие подсвечники с птицами. А, мы с вами такие видели. Вот только один был, а здесь два их. Стульчики винтажные. Здесь брошь, вот как я вам как-то показывал, совсем недавно яркую. А у меня такая серая, серенькая. И я ее ношу. Она так привлекает к себе внимание. А сколько у вас в головах? Подвесочек нет. Ну, это радо. 800 рублей. Ну, я где-то за 1200 покупал с подвесками. Здесь их нет. Здесь три гитары. Мужчина смотрит одну. Рамы. Вот это старенькая рама. Сбита уголками такими. Картина. Вот, кстати, какая хорошая барышня молоденькая. Идет с княжной или кто там. Со старой барней. И особнячок такой небольшой с колоннами. Ну, нравится. А сколько барашек стоит? Барашек сколько стоит? 800. Копилочка. Копилка? Я вижу, да. Ага. Замечательная. Целенькая вся. Ну, это вот так детка. Деток порадовать. И корзиночка тоже прекрасная такая. 70-е годы. ЛЦЗ. Рыбак. 2500. Уже по 50 лет. Мужичок. Что-то тут было, наверное, просто цифры стерты уже. 19-е века. Хороший. Николай Денький. Это я вам снимал уже этого дедуня. У него интересная вещица. Вот этот стоит у Вадима, но он не разукрашенный. А этот разукрашенный. 57-й год. Старый Киев барышня. Да. В зеркальце смотрит. Так, меня не надо. Нет, нет, нет. А то я уже была один. А люди просят показывать, потому что они идут за товаром и не знают лицо, кому идти. Валерий говорит, ну ты звезда Ютуба. Из этой серии. Ага, тяжеленькая. 2500-2000. Старая Германия. Девочка с шариком. Котик. С поднятым хвостком. Ну, понравилась, честно говоря, барышня. Собака, как волк. Такой столик. Или под вазу, или под что. Или просто декор, да, слон. Он, по-моему, с трещиной. Подсвечник старенький. Металлическая латунь. Кстати, сумочка неплохая. Вот там, вижу, лежит. Обычно мы с вами встречаем такие черные, а это вот светлое, под золото. Светленькая. Оксана, скажи, а кто здесь? Я. Тоже ты? По чем она? Солочка? Да. 500 рублей. Хорошенькая. Да, у меня такой нету, светленькой. Веревочка у нее вот такая плетеная, тоже с золотой нитью. Особо развлечений не было. Как-то пероча. Как-то пероча. Ютуб с Иваном Рыбниковым. Любили клетки, любили птиц держать дома. Развлекаться птичьими голосами. Ну и клетки были красивые. А это кулон на цепочке. А что, неплохой. Здесь вот еще в отдельном мешке можно покопаться и найти всякую-всячину. Допустим, рамка. Можно даже покрасить золото. Щипчики для сахара. Кулон саван. Деревянные детальки. Пилки, ножи, фляжки. Цепи, ключ от Москвы, от столицы. А нет, от Новгорода. Весы. Помню, в деревне, в селе свинью зарежут. И соседи приходят, покупают там килограмм-два. Такими вешали весами. Колокольчики связанные. Бубенчики. Ой, с ангелочками. Вот такую вот будешь штуку искать и найдешь. Для декора. А, это ножи. И зажигалка, и ножи. Из карболита. Наверное, раскручивается. Сказать, шкатулка или что это? Или где-то стояла такая штука. Прокручивающая. Не знаю. Ну, в общем, да. Вот так внырнешь в один только пакет и найдешь всего много разного. Ведерко уж больно хорошее. Вот здесь с второй ручки. Хоть вторую убираю. Ну, за четыре продают. Красота. А, вот что я вижу. Барышня с караваем. Наша тема пошла. Барыня. Бусы повесила. Губы накрасила. А это своими руками кто-то делал, по всей видимости. По пятьдесят. Расписной. Яркий такой. Настроенческий. И расписался. Савари знаю. Сначала подумал, что свечу вовнутрь ставить. Но нет. У нее нету здесь дырочки, чтобы свечу поставить. Она красивая. Свет дерева. Как раз вот, когда мебель, как у меня, дополняется. Коричневая. А ну, можно, кстати, совай даже. Они умные. В кабинеты ставить хорошо их. А в какую цену сова? Тысячу. Но подоргуют. Смотрите, у нее листочек на спинке. Хороша. Такой формы интересная. Вазочка. Вытянутая. Горлышко красивое. Отличный сервиз из Рос. За триста не продадете? Там сколько стоит? Четыре. Какую-то шкуру на себя натянуло. Ша. Кричаток нет. Света говорит, приезжают два часа сюда. Представьте, замерли сегодня вообще, как собаки. Четыре градуса. Было четыре градуса? Я говорю, сейчас солнышко хорошо. Ну, сейчас хочется отогреешься, да? По четыреста. У нее стоят вот такие бокальчики красивые. Это две. Да ты что? А сколько же они стоят? Пятьсот рублей каждый. Роскошество-то эти. Да, там алмазная грамма. Ага, ну я вижу, что красивое что-то. Были еще итальянские, но их купили. Уже купили, да? Угу. Там уже нахажные. И вазу эту уже купили. Представляешь, она даже с биркой, видишь? Ваймер. Ага, красная заря. Да, вообще редчайшая. Представляешь, даже не пользовались. 50-е годы. А это вот эта знаменитая. Ваймер, я вижу, да. А что ей, почему не пользовались? Пользовались? Отмыли? И что с ней станет? Нет. Это понятно. В смысле она прям... Ну что, этикеточка? Да. Но она же с этой стороны. Это же карамель знаменитая. Она сейчас самая модная. Но уже женщина не купила. Она говорит, что я спросить не буду. Карамель уже куплена. Уже не купите. Да. Следите за новинками. Такая полторы. Она прям горит, карамель. Сливочная ваза. И переход у нее есть. И вот тут вот. Здесь более густой. Цвет там светлее. Знаешь, какая красота. Вообще редчайшая. Все проверили, у нее прям... Угу. Супер идеально. Вай, слушай, ты в духах хорошо разбираешься? Ну, не особо. Так что прям супер. У меня из-за лаудера вот эти настоящие. Попробуй бы аромат какой-то. Это же королевы. Да. Должны разбираться. У нас. Я в королевах разбираюсь. А, ну все, смотри. А это вот смотри, прям со шляпкой из СССР. С розочкой. Элегант. Элегант. Твоё детство такие были. Да, но детство мое прошло на селе, поэтому мы такого не видали. Да ладно, видели. Не слыхивали. Там, кстати, такой модно был на селе. Такой, знаешь, китч. Китч. Видишь, такой стиль. Чуть еще. Барышня красивая. Ой, ну это, господи, по листу. Ну, понятно, но красиво же. Тебе нравится, да? Да. Ну, может быть. Это же как эталон, посмотри. Фигура. Руку держит почти на бедре. Шляпка. Не забыла вуаль накинуть, бусы, все на ней есть. У нее колье даже, а, бусы, да? Деликатно подчеркнута длина юбки. Ноги открыты не слишком много. Специалист как художник художник. Глубина выреза, посмотри, какая красивая, зауженная вниз. Мне нравится, у нее очень лицо духотворенное. Такая, все такая воздушная. А духотворенное и удовлетворенное, я бы сказал. Не знаю, уловит камера или нет. Это хрусталь. Видите, как там играют грани, вот солнышко попадает на ножку. Во, во, поймал, видите, на ножку, и солнце играет прям на грани. Обалдеть. Вот. Я здесь. Уже на них ноги облизнулись. У меня есть вот такой мальчик-бисквит. Нет, не точно такой, а вот. Выработка точно такая же. Цвета вот эти же. 4,500. Большой. Самый большой 30. У него два, здесь вот еще один. 10, 2, 8, 6. Плохо вам видно, да? 4,500, ну, если что, уступит. Давайте второго вам покажу. По-моему, все размыто, да? Что-то не концентрируется сегодня. Ну, по чем ты? Вот, получилось. Кучин Ройтарс. Ты же берешь повески. И вот здесь как раз барин, про который я вам сегодня с утра. Ух ты, 1130. Это что-то. 30,000. Завод Попова. Это 5,000 экземляров. За 3,000. На юбилей. 964. Хорош, мужичок, хорош. Помните, я вам как-то показывал. У Кузнецова вроде бы такая кружка есть подобная. И вот под нее сделана обливная керамика с топориком. Это для кораблей сегодня у меня сюрприз. Вот такой. Забавная. Ну, где-то полторы тысячи стоит она примерно. Мне, конечно, подешевле дают. Но для меня это, как говорится, грубовато, да? Я более люблю с ракалями. А, кстати, собачка сколько такая стоит? 5, 4. Собачку хочется разглядеть, конечно, поближе. Но кружечка, в общем-то, хороша. Получается пенек. В пенек вставлен топор. И кто это у нас грибы? Как их зовут? Там хоморы. Да, собачка хороша. А вот эта цветовая гамма, она особо такая, как-то располагает приятно очень глазу. Я, кстати, столик купил, на котором у меня сейчас красоты-то стоят. Я вам отснял, я выложу, покажу все, что на нем стоит. И как я его привез, как купил, так он вот в таких цветах. И шторы у меня в спальне вот в таких цветовой гамме. Прекрасно встал. Ну, он уже не заставлен, что ли? А вообще вещица хорошая. Борзая, да, такая? Ну ты и борзая. Барашек, смотрите, какой. Интересный. Ну вот, знаете, я бы его даже на кухне поставил. На кухне мы проводим больше всего времени. И вот надо, чтобы стояли вот такие предметы, которые поднимают настроение. Можно в ванной поставить. Классный. Очень милый. Кстати, ему вот на шее еще повязать кружевную ленточку или атласную. О, будет красота. А сколько стоит, интересно? 550 он стоит. Кстати, даже на рога повязала бы ему бантики. Хорошие. Вот эти тоже из бабушкиного буфета. По 150. Вот сейчас купи банку современную. Они по 600, по 800 рублей. А здесь и расписано. И деревянные крышечки есть. Соль. Да, здравствуйте. Не так часто встречаются вот эти леечки из СССР. По 500 рублей они у него. Две вот таких. Одна вот такая. Ну вот это вот хорошее. Винтаж Винтажевич. Алюминий. Здесь ручки дверные с сольвами. Есть крючки. И вот такие кони. Тоже такая тема. Мальчуковая, назовем ее. Что-то у меня сегодня, по-моему, такое ощущение, что я все мудное снимаю, нет? Вот этот стол настолько прекрасно освещен сейчас солнцем, что... Ну как его не снять? Посмотрите, какие дивные три флакончика. На подставке. Видимо, какие-то масла здесь были. Ага, вижу вот такую старенькую кружечку. Прекраснейшая. А легкая какая. Вообще невесомая. Кузнецов. Ну, в принципе, неплохая сохранность. Кроме того, что сползло золотишко. Вот этот комплект. Прекрасная ручка. Необычный тут еще такой. Не завиток, как его назвать. Четырехугольничек, треугольничек. Угу. Вы у меня просите тарелки снимать. Вот вам, пожалуйста. Красотка. Медальоны здесь. С росписью. Керамические. Ну и общий обзор. Здесь где-то котик мне понравился. Вот этот. Миленький. Это я на барана хотел навязать всякие бантички. А здесь уже навязан бантик. А такой котик сколько стоит? Три тысячи. Три тысячи. Вот мы берем пока недорого, Софи. Акция. Роял Асберт. А, это он держит мышь. Вот мышка выглядывает. Так, здесь зайчата есть вот такие. Завернулись, замерзли. Морж. Солонка. Посмотрите, какой зайчик с олодочкой. Барышня. Вот дуэт, какой красивый, необычный, розовый. Это что за стекло? Александрит. Александрит. Аккуральный кофе. Мометистовая. Мометистовая. Это еще от рук такой розовый дает. Ага. От прикосновения руки, видите. Цвет добавляется. Интересно, что такое мука, если к зеленому. Нет? Кстати, о зелененьком, да? Вот какой бокал интересный. Как? Мэри Грегори. Мэри Грегори. Две парные вазочки, миниатюрные. Можно поставить с подсвечником, в который вы ставите свечу сруковную, допустим, колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!